По улице Полесская возобновилось движение общественного транспорта. Троллейбусы маршрутов номер 3, 4, 6, 8, 12 теперь ходят по своим привычным маршрутам. Напомним, из-за строительства канализационного коллектора на этом участке они ходили в объезд через железнодорожный район. Медики обращаются к орловчанам за помощью. Орловским больницам срочно требуется кровь первой и четвертой групп с положительным резусом. Доноров ждут на станции переливания с 8 до 13 часов. С собой нужно взять паспорт. Сегодня в полдень на перекрестке улиц Октябрьская и Игнатово столкнулись две иномарки. Удар был сильным. В автомобиле Черес работали подушки безопасности. Они и спасли водителя от травм. А вот женщина, пассажир Хонды, получила травмы. Ее отвезли в больницу Симашко. Виновных в этом ДТП сейчас устанавливают. Кстати, в это же время сразу две аварии случились и на Московском шоссе. На Орловских трассах организовали 9 пунктов обогрева. Для тех, кто, находясь в пути, попал в безвыходную ситуацию и вынужден мерзнуть. Все они расположены в придорожных кафе. Найти подобные пункты можно в Амценском, Крамском и Троснянском районах. В Орле тем, кто хочет спрятаться от сильных морозов, следует обращаться в Центр социальной помощи на улице Нормандия-Неман. Городская власть устраняет барьеры. Ио главы администрации города Орла Михаил Берников отменил аккредитацию представителей СМИ. Ранее для того, чтобы посещать совещание в мэрии, необходимо было оформить, так сказать, разрешающие на то документы. Теперь вход для журналистов будет свободным. Прямо противоположная ситуация в администрации областной. Чтобы попасть на какое-либо мероприятие в Белом доме, нужно собрать массу бумажек. Но, кстати, не факт, что это станет пропускным гарантом. Например, нашу съемочную группу на совещание губернатора не пускают после декабрьских выборов. Причины этому нам непонятны и, более того, кажутся противозаконными.